В мастерской кипит работа. У станков мальчишки занимаются обработкой древесных материалов для того, чтобы уже на следующем занятии начинать собирать новую конструкцию. Несмотря на довольно юный возраст, ловкости рук этих ребят могут позавидовать и взрослые. Все потому, что работают они под руководством талантливого наставника Анатолия Сеньковца. Учат, например, как правильно чертежи делать, правильно пилить. Мы приходим, нам рассказывают, что нам надо делать, дают книги, посмотрим по книгам, чертим чертежи и вырезаем. Сегодня Анатолий Сеньковец – один из самых известных педагогов по техническому труду в районе. Его приглашают на большие семинары, где опытный учитель рассказывает, как привить детям любовь к творческим техническим ремеслам. А секрет, как признается сам Анатолий Адамович, – искренняя любовь к делу, которым занимаешься. Когда-то давно именно это особое чувство заставило его, инженера по образованию, сменить квалификацию и прийти педагога в школу. Привитая в детстве любовь к работе с деревом стала своеобразным флагманом творчества Анатолия Сеньковца. В школе у него теперь свой кружок, который с удовольствием посещают мальчишки разного возраста. А полученные профессиональные инженерные знания помогают в разработке собственных инструментов. Я сделал станок, деревообрабатывающий, на нем можно полно 10 операций. То есть, что сам сделал, там только вал заводской, чтобы биение будет. Ну, токарный станок, который я изготовил по дереву. Вот различные приспособления для того, чтобы механизировать процесс. Потому что ручные тоже довольно сложно. Ну, вот одно из них для нарезания утора, то есть канавки такой. Важно ежедневно работать. Только так можно развиваться самому и учить других. Этот принцип Анатолий Сеньковец наглядно воплощает в жизнь. В перерывах между консультациями он и сам работает с деревом. В приоритете – различные сосуды, бочонки. Есть даже и экзотические экземпляры. Самая сложная, наверное, работа, которую я сделал – это вот кумган. Так, ну, оно произошло, вернее, от восточного сосуда под одноименным названием. Вот, ну, где-то русские бондари, наверное, с древности. Вот, попробовали сделать с дерева, вот такое. Ну, там он более, конечно, вытянутый тот. Самое сложное тут, наверное, вот подгонка идет. Ну, что, ручки эти, рельсы, оно все должно быть герметично. То есть, тут герметично стопроцентно, не пропускает ничего. Вот, можно даже надуть воздуха, и он будет там держать. Сегодня Анатолий Синьковец с удовольствием говорит «Я доволен тем, что имею». Он занят любимым делом, в котором является верным наставником для своих учеников и профессионалом-консультантом для коллег. В планах участие в выставках и семинарах, в том числе и за рубежом. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дород Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буктове». Продолжение следует...